Библейский портал экзегет.ру представляет Мы продолжаем с вами читать послание к римлянам апостола Павла. Это специальный проект Библейский портал экзегет. Я Андрей Деснецкий, читаю свой перевод и, естественно, его комментирую. Шестая глава сегодня. Ну вот, пятая глава, в общем, такая самая, наверное, насыщенная богословская глава из самого богословски насыщенного послания во всем Новом Завете, послания к римлянам. И в шестой главе Павлу нужно поработать с возражениями. Он прекрасный оратор. Он понимает, что в пятой главе, говоря о благодати, как об ответе на грех, он провоцирует читателя на какие-то недолжные выводы. Надо грешить. И вот в шестой главе он работает с этим возражением. Что же теперь нам сказать? Останемся во грехе, чтобы изобильная была благодать? Да не будет. Мы умерли для греха. Как же нам теперь в нем жить? Вы знаете, я бы не комментировал сейчас мысль Павла, она достаточно ясна. Я бы прокомментировал его манеру речи. Вот как можно ответить на возражения, причем на дурацкие возражения, на передергивание? Вот он говорит, благодать возрастает там, где возрастает грех. И человек скажет, ну отлично, грешить надо побольше. Будет больше благодати. Он мог бы ругаться, он мог бы как-то вот комментировать с позиции, я-то знаю, а вы глупцы, вы не понимаете этого. Нет, он отождествляет себя с этим человеком. Он говорит, что же нам теперь сказать? Останемся мы с тобой во грехе, чтобы изобильной была благодать? Да не будет мы, мы с тобой умерли для греха. Вот это его манера речи, никого не отталкивать. Даже тех, с кем он спорит, причем жестко спорит, ругаться даже может. Но он никогда не говорит, нет, вот вы, это совсем не то, что нам нужно. А я, ну и мои единоверцы, вот мы действительно христиане, у нас все совершенно правильно. Совершенно не так. И его манера речи – это совместный поиск, совместный поиск истины. Ее выражение, точнее сказать на словах, потому что истина есть Христос, он об этом говорит много и подробно. Но как нам ее понять, как нам ее принять, как нам ее описать, если мы о ней говорим? Вот это давайте поищем вместе. Еще смотрите, он не разбирает, действительно же можно найти какую-то логическую цепочку, по которой будет выходить, чем больше греха, тем больше благодати. Он не разбирает логические ошибки. Он воскресает, может быть, немножко эмоционально. Мы умерли для греха, как нам в нем жить? И это тоже его особенность, он говорит на языке жизни, он говорит на языке отношений. Вот мы со Христом, что из этого следует? Как мы это можем понять? Мы умерли для греха, как же нам теперь в нем жить? Разве вы не знаете, что все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, в смерти его крестились? В крещении мы все были погребены с ним, как умершие, чтобы обрести новую жизнь, как и Христос был воскрешен из мертвых славой Отца. Слова, которые, наверное, многие часто слышат, но не задумываются о них. Крещение – это смерть. Мы привыкли думать о крещении как о начале новой жизни, как о вхождении в христианскую общину. Но крещение – это смерть, это погребение. Человек, который погружается в эту воду крещения, он тонет в этой воде и выныривает какой-то другой человек. И смерть – это всегда плохо, печально, смерть – то, от чего мы отталкиваемся. А если говорить о смерти Христа, то это еще и очень болезненная, мучительная, позорная смерть. То есть, крещение не понимается Павлом как что-то радостное, повод для праздника. Скорее, это трагедия, которая происходит с умирающим человеком. Но это необходимая трагедия – отказаться от этого старого человека, заставить его умереть для того, чтобы воскрес какой-то новый. Вот это довольно необычно для нас, наверное. Мы приобщились к подобию его смерти, приобщимся к подобию его воскресения. Приобщимся. То есть, оказывается, что христианин оказывается в положении умершего, но еще не воскресшего. Казалось бы, из купели он вышел, он уже новый человек. Но это окончательное воскресение только еще предстоит. Все, что происходит здесь сейчас, в христианской жизни – это некоторое промежуточное состояние, это некоторое обещание того, что окончательно произойдет. Мы же знаем, что ветхий наш человек, слово, которое здесь используется, относится к тому, что умерло. Вот ветхий, старый, какой-то, не такой, как надо. Умер с ним на кресте, чтобы уничтожилось подвластное греху тело, чтобы нам уже не быть рабами греха, ведь умерший более в грехе не повинен. Он принимает здесь какие-то нормы римского права. Ну и любого права, если есть уголовное обвинение, то умершему оно не предъявляется. Со смертью обвиняемого закрывается уголовное дело. Не выясняют уже, прав он или виноват. И он говорит, собственно, что Христос умер на кресте, и мы умерли с ним. То есть уголовное дело по обвинению нас, Богом, закрыто. И вот, конечно, это некий образ, метафора, если хотите, развернутая метафора. И мы понимаем, что невозможно перевести на язык каких-то математических формул, но в любом случае крещение как смерть на кресте, как соучастие в этой смерти, не в триумфе, не в каком-то таком радостном познании того, что произойдет потом, хотя это тоже будет, но это именно что отказ от прежнего. Если мы умерли со Христом, он вновь и вновь напоминает, Павел любит какие-то ключевые вещи, повторить несколько раз, то веруем, что и жить будем вместе с ним. И мы знаем, что после воскресения из мертвых Христос уже не умирает, смерть уже не имеет силы над них. Он умер, единожды умер для греха, и он жив, жив для Бога. Так и вы считаете себя мертвыми для греха и живыми для Бога во Христе Иисусе Господе Вашем. Смотрите, вот эта мертвость, ну не тот образ, который мы хотим, наверное, себя отождествлять, но он говорит о мертвости для греха, о том, что человек уже не просто не грешит. Ну, не грешить невозможно, и об этом мы знаем. Человек пока живет, грешит, но он как раз это и утверждает, что человек для греха умер. Вряд ли и в те времена, и сегодня, вообще когда бы то ни было, человек, принявший крещение, настолько преображается, что он теряет способность грешить. А что же он имеет в виду? И тем более он живет, тем более с ним происходят самые разные вещи. Но, наверное, то, что вот прежняя жизнь, которую Павел описывает как жизнь во грехе и для греха, она закончилась. То есть начинается что-то совершенно новое, и это новое построено по своим, другим правилам, а это новое, оно иначе работает, и мы не очень понимаем, как. Но самое главное, что крещение – это черта, после которой то, что было до черты, становится уже абсолютно неважным. Пусть грех не царствует в смертном вашем теле, оно все же живо, да, эта смерть еще не состоялась, как у Христа, который умер физически на кресте. Не царствует в смертном вашем теле, подчиняя вас себе в его похотях. Не позволяйте греху пользоваться вашими телами, как орудиями неправды. Вы умерли, но теперь живы. Так предоставьте себя Богу, и тела ваши, да будут у него орудиями праведности. А грех над вами впредь невластен. Вы были под законом, но теперь под благодатью. Ну, это важнейшее понятие закона и благодати, да, закон, который предписывает, что делать, чего не делать, и за нарушение закона положены санкции, ну, собственно говоря, смерть. Да, а благодать – состояние благого дара от Бога, который человек получает, прощение, соединение с Богом жизнь. И вот здесь он говорит «не грешите». Ну, в принципе, понятно, что грешить не надо, наверное, не надо было для этого писать отдельное послание. Но не грешите в каком смысле, как это подается. Вы умерли для греха, да, то есть не то, что вы приобрели какие-то свойства безгрешности, не то, что вы не можете физически согрешить. Да нет, можете, но просто он не живет в вас. В вас живет Господь. И вот очень часто христианская жизнь сводится к какой-то такой напряженной борьбе с грехом, с страстями и всякими прочими вещами. И Павел здесь об этом совершенно не говорит. Он расставляет приоритеты. Вы для греха умерли. Вот как, что еще тут можно сказать просто? Начинайте жить. Ну, закон и благодать, да, вот два важнейших понятия. Здесь он начинает их разбирать более подробно. И опять он работает с возражениями. Так что же, раз мы уже не под законом, но под благодатью станем грешить, все ведь простится, да, да не будет. Разве вы не знаете, кому вы себя отдали в послушании рабства, тому вы и послушные рабы. Либо греху ради смерти, либо Богу послушному ради праведности. Благодарение Богу, что вы прежде рабы греха, стали от всего сердца преданы тому учению, которое восприняли, освободившись от греха, стали рабами праведности. Ну, это, конечно, норма социальная того времени. Рабство было широко распространено. Павел его, кстати, нигде не отрицает. Но использует его для того, чтобы передать эту мысль. Кто кому является рабом в юридическом смысле этого слова, исполняет волю того, полностью ему подчинен, послушен и так далее. Ну, и у вас сменился хозяин. Был грех, стал Господь. Вы не стали от этого идеальными людьми. Вы не стали людьми, которые органически не способны грешить. Но сменились ваши ориентиры, ваши ценности. Так и раб в новом доме, наверное, не сразу разбирается, что, куда, к чему, как правильно себя вести. Но он, по крайней мере, стремится к этому. Я объясняю это на примерах из человеческой жизни, поскольку ваша плоть слаба. Ну, то есть, человеку надо объяснить на каком-то простом житейском примере. Некогда вы предоставили свои тела нечистоте и беззаконию ради самого беззакония. Так теперь отдайте их в рабство праведности, чтобы осветить их. Вот, кстати, несимметрично. Беззаконию ради беззакония. Ну, человек там занимается всяким развратом, потому что ему разврат нравится. Для разврата он и занимается. Там алкоголик пьет не для того, чтобы цирроз печени получить. А вот праведность не самоцель. Если праведность становится самоцелью, то человек становится таким святошей, лицемером, который изображает эту праведность. А праведность для того, чтобы осветить себя, свое тело, он даже пишет, для того, чтобы достичь состояния святости. Праведность – это путь, по которому человек идет, но не итог этого пути. Итог – это его встреча с Богом. Когда вы были рабами греха, то были свободны от праведности. И каким же был ваш урожай? Таким, что теперь вы его стыдитесь, и вы ведет он к смерти. Ну, вот, рабство, конечно, нежеланное. Состояние, наверное, для любого человека, и в древности тоже. И он говорит, да, вы были свободны. Но свободны от чего? От праведности. Что человек не есть существо, которое полностью самостоятельно, изолированно существует. Даже в физическом смысле так. Как мы нуждаемся в том, чтобы где-то добыть еды, найти какую-то одежду. Человек сам себе все это обеспечить не может. Ему нужна помощь, взаимодействие с другими людьми. Но и точно так же в нравственных категориях он не бывает абсолютно в безвоздушном пространстве, стерильно свободен от всего. Он либо к этому присоединяется, либо к тому. И урожай, соответственно, будет разный. Теперь вы, освободившись от греха и став рабами Бога, собираете урожай святости, который ведет к вечной жизни. Собираете урожай. То есть вы еще его не собрали. Но в то же время вы трудитесь. Вот эти метафоры, эти образы, они довольно точно задают то, что потом станет целым богословием. Богословием, да, сработничеством человека и Бога. Урожай, он вырос. Ты не можешь взять из зерна, самостоятельно вырастить какое-то растение, ты бросаешь его в землю, оно вырастает из зерна, да, пшеничный колос. Но собрать урожай, принять колос, да, отнести его туда, где будет храниться зерно, это уже твоя задача. Если ты этого не сделаешь, то не получишь никакого урожая. То есть вы собираете урожай святости, который ведет к вечной жизни. Расплата за грех – смерть, а Божье дарование – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашему. Соответственно, расплата за грех, да, то, что причитается. А вечная жизнь – это не плата за праведность, как кто-то мог бы подумать. Потом вот все это христианское фарисейство, святошество, лицемерие будет построено на том, что я праведник, мне причитается. Нет, это просто подарок. Но подарок надо принять. Урожай, который вырос внезапно в поле, надо собрать. Если ты не соберешь его, ты останешься ни с чем. Это была шестая глава послания к кремлинам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok